В эфире итоговая информационная программа неделя. Коротко о главных темах этого выпуска. В городе Зверево была организована акция по сбору гуманитарной помощи добровольцам ВАРС-13. Для школьников города был проведен круглый стол по теме терроризм и экстремизм и пути решения этих проблем. Завершается очередной объект по программе инициативного бюджетирования. А сейчас об этом и не только, более подробно. Осень считается временем роста простудных заболеваний. Какова сейчас ситуация по распространению коронавирусной инфекции в городе Зверево, а также о вакцинации против COVID-19 и гриппа, рассказывает заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кириченко. На сегодня в городе ситуация стабилизировалась более-менее. Болеет 10 человек, 2 лечатся в Ростове-на-Дону, а 8 на амбулаторном лечении. Хочу сказать, что с конца августа у нас начался резкий подъем заболеваемости. Вообще, если за весь август заболело 89 человек, это достаточно большая цифра, то вот на сегодня, с 1 сентября по сегодняшний день заболело уже 65. Ну, практически повторюсь, 10 на сегодня болеют, все остальные выздоровели. Сам процесс заболевания проходил легко. Поэтому, возвращаясь снова к той теме, что мы должны сами беспокоиться о своем здоровье, я хочу поднять тему вакцинации и ревакцинации. Да, я смотрю сейчас на цифры, люди потихонечку идут. Ну, в связи с тем, что у нас очень многие уже переболели, ведь на сегодня по статистике в городе, который наш небольшой, чуть больше 18 тысяч, а переболело почти 5 тысяч. И, конечно, вот та самая прослойка, о которой так говорили вначале, она существует. Но, хочу еще раз напомнить, что вакцинация проходит сейчас, но еще и не забывайте, пожалуйста, о том, что есть у нас и диспансеризация для тех, кто переболел. Поэтому, обращайтесь в больницу, пожалуйста, проверяйте свое здоровье, это очень и очень важно. Ну, а в связи с тем, что подходит осень, уже она наступила, и подходит осенняя дождливая пора, новый вид заболевания, грипп, никуда он не ушел, то сейчас активно проходит и у нас вакцинация от гриппа. Вот, просто хочу сказать, что на сегодня в больнице у нас поступило уже почти 2 тысячи доз, взрослой вакцины Сави-грипп и тысяча детской вакцины Ультрис-Квадри. Ну и на сегодня, опять-таки, почти тысяча человек уже взрослых провакцинировались от гриппа, что очень радует, и около 300 детей провакцинировались детской вакциной. Мы не знаем, грипп 2 года почти мы его не видели, не слышали. Медики обещают, что он будет очень серьезным. Поэтому я сама сегодня и второй этап от Сави-гриппа, и второй этап ревакцинации провела, и от гриппа привилась. Кстати, о том, какой должен быть промежуток между вакцинацией. Наши медики говорят, что лучше всего, если эти между вакцинами месяц пройдет. Но, в принципе, можно даже в один день. Я сделала и вторую прививку, и от гриппа в один день чувствую себя прекрасно, чего и вам желаю. Какой интервал разрешается между прививками, определяется врачом индивидуально. Недавно в городе Зверево был объявлен сбор гуманитарной помощи добровольческому отряду «Барс-13», принимающему участию военные операции на Украине. За короткое время организаторам этой акции Вере Шпильман и Наталье Яковлевой, им также помогала Елена Мухачева, удалось собрать несколько десятков коробок гуманитарки. Это продукты питания – чай, кофе, сахар, печенье, конфеты, консервы и многое другое. А кроме того, теплые вещи – медикаменты. К акции присоединились жители других городов – Красного Сулина, Гукова, Ростова и даже Москвы. Особенный вклад в общее дело внесли женщины, назвавшие только свои имена – Алла из Зверева, Зоя из Гукова, а также Наталья Дементьева из Москвы. За что всем огромное спасибо. Организаторы акции не только собрали помощь, но и доставили ее к месту отправки пополнения добровольческого отряда «Барс-13». Спасибо водителям двух газелей. Ребятам также передали письма и видеообращения. Дорогие наши братья, батальон добровольцев «Русский легион Барс-13» и все-все защитники русских земель от нацизма, Мы, красносулинцы, прихожане Храма Пресвятой Богородицы Покрова, выражаем вам слова сердечной благодарности и шлем вам низкий поклон за вашу отвагу и доблесть. Мы гордимся вами. Вы наша защита, наша слава, честь. Вы наш щит и наш меч. Вы наша гордость. Мы молимся за каждого из вас и верим, что победа будет за нами. Возвращайтесь живыми домой. Мы вас очень ждем. Храни вас всех, Господь. Добровольцы и их командиры с теплотой приняли гуманитарный груз и эти письма. Большое спасибо за поддержку, потому что мы вот чувствуем, вот знаете, когда сил вообще не хватает, самое приятное – получить письмо. Письмо от детей или просто письмо неравнодушных людей. Это не то, что второе дыхание открывает, а 33-е дыхание. Да. Так что победа за нами. Огромное спасибо всем неравнодушным жителям города Зверево и города Красной Солинске за ту помощь, которую оказали нашему батальону БАРС-13, его пополнению, которое, как сейчас вы видите, уходит туда, защищать нашу родину, защищать каждую из нас. Огромное вам спасибо. Спасибо. Вот все вот это такое заполнено, то, что сейчас будет еще, что фото, люди снимали. Вот это все благодаря вам. Спасибо большое. Большое спасибо передаю жителям поселков Зверево, Красной Солинске за оказыванную нам гуманитарную помощь. Это была первая отправка гуманитарной помощи БАРС-13. В настоящее время уточняется список, что наиболее необходимо нашим добровольцам. Акция продолжается. В Зверевской городской библиотеке имени Шолохова состоялся круглый стол, на который были приглашены старшеклассники школ города. Встреча по теме терроризм и экстремизм, пути решения этих проблем проходила в рамках месячника безопасности, который объявлен на территории нашего города. Цель нашего мероприятия – выявление и предупреждение преступлений экстремистского характера со стороны школьников, воспитания у детей и подростков, миролюбия и понимания других людей, умение позитивно с ними взаимодействовать, формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме. В самом начале ребятам были продемонстрированы видеоролики профилактической направленности. Затем перед ними выступили представители власти. Экстремизм, терроризм – это опаснейшие явления нашего современного мира. К сожалению, объектом террористов являетесь именно вы, дети молодого поколения. В силу возраста, в силу несформированной психики вы не можете оценить ситуацию с той стороны, с какой может оценить это именно взрослый человек, и не сможете предпринять пути возможного избежания, чтобы не стать заложником террористов. Поэтому все нацелено именно на вас. Это, во-первых. С другой стороны, можно рассмотреть, вы молодое поколение, еще, опять же, повторюсь, с несформировавшейся психикой, точкой зрения где-то, вы становитесь объектом, кого можно вовлечь в эту деятельность. То есть, поступая в какие-то учебные заведения, везде мы знаем, в школах, ведутся мероприятия, которые направлены на противодействие экстремизму, терроризму. Для чего? Для того, чтобы вас не вовлекли в такие движения. Ребятам напомнили о бесчеловечных терактах и о правилах поведения в случае обнаружения бесхозных предметов. Трогать предметы, забытые людьми, в транспорте, на улице, трогать ни в коем случае нельзя. Нельзя к ним подходить, их осматривать, конечно же, нельзя их пинать. А в любом устройстве, будь то мобильный телефон, фонарик или банка из-под алкоголя, либо же там солга какого-то, может быть взрывное устройство. И пнув его, вы приведете в действие, либо же нажав кнопку утерянного якобы телефона. Кроме того, школьники узнали о том, какая ответственность предусмотрена в случае ложного сигнала о теракте. Кто-то, может быть, решит позвонить в правоохранительные органы и сказать, что где-то в школе, либо в суде, либо в каком-то здании заложена бомба. Тем самым посчитать, что это просто шутка. Тем самым вы, если так пошутить, сделаете, то вы отвлекаете правоохранительные органы от их прямой деятельности, и они обязаны среагировать, выехать и проверить это сообщение. Данная санкция, данная статья уголовная ответственность предусмотрена с 14 лет. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. В этот день также ребятам объяснили психологию появления националистических качеств и как избежать этих негативных проявлений. Юноши и девушки поделились своими знаниями о возможных формах экстремизма и терроризма, ответили на вопросы анкеты и получили памятки о правилах поведения в нынешних условиях. Продолжается реализация акции «Очистим наши улицы» по закрашиванию запрещенных надписей на зданиях, сооружениях и гаражах города. Недавно данное мероприятие было проведено молодежными организациями «Степной ветер», молодежный парламент города Зверево и студентами торгово-промышленного техникума. Эта акция является элементом комплексной профилактической работы, направленной на снижение спроса на наркотические вещества в молодежной среде с целью недопущения доступности данной информации для окружающих. Таким образом, очередной раз было закрашено более 65 запрещенных надписей на территории города Зверево, в том числе в молодежном парке. Антинаркотическая комиссия города Зверево благодарит всех, кто участвовал в данном мероприятии и сделал наш город чуть-чуть чище во всех смыслах. В Звереве уже не первый год реализуется губернаторский проект «Сделаем вместе». И вот завершается очередная заявка инициативного бюджетирования по укладке асфальта внутри дворового проезда между домами номер 32, 34, 36, 38 по улице Макаренко. В 2021 году к нам обратились жители многоквартирных домов с инициативой отремонтировать внутриквартальный дворовой проезд. Была совместно подготовлена заявка конкурсная, подали на конкурс. В 2021 году по итогам конкурса победили. Нам выделили из областного бюджета миллион двести, то есть такая внушительная сумма. И в текущем году был проведен конкурс, заключен договор с подрядчиком. И вот совместными усилиями путем был реализован проект инициативного бюджетирования, ремонт внутриквартального дворового проезда. Подрядчик уже сегодня завершает работы. И вот у жителей появится возможность поддержать по новому асфальтобетонному подъезду к своим домам. Работой подрядной организации «Общество, сограниченное ответственностью Сакура» из города Шахт, зверевчане довольны. Особенно благодарны за то, что так качественно и аккуратно привели в порядок водопроводные колодцы, которые были в отвратительном состоянии. Ужас. Все было в камнях, в кочках. Невозможно было. А сейчас мы идем уже, разговариваем, что даже на роликах уже можно ездить. Да, Митя? Да. Вот так. Очень-очень приятно, что положили такую нам дорогу. Гладенькая, все красиво. Отлично все, отлично. Все закотано, все закотано. Им осталось только вот это, вдоль стенки метра сделать, тогда будет другое дело. Тогда бы говорить можно. С начальником, вот я говорю, Александровичем, с этим, они все время, что нужно, что подсказать. Они никогда слов не говорят. Вот так с караваем и песней Бориса Гончарова встречал город Зверево в лице Валентины Фисковой гостей из города Гуково, автора песни Бориса Владимировича и участников его литературно-музыкальной группы. Валентину Владимировну и ее визитеров связывает многолетняя дружба, основанная на творчестве. Кто такой Борис Владимирович Гончаров? Это член Союза писателей дома, поэт, писатель, композитор, художник, краевед, почетный гражданин города Гуково. Этим он обладает. С ним мы познакомились на вечеринке литературной. Вот, пожалуйста, фотография есть у нас даже. Он всем нам подарил вот этот сборник песен. И из этого сборника я очень много песен его пою, не только на местном уровне, но и на международном. По всей России песни его расходятся. Например, первое, когда я получила звание лауреата первой степени, это «Травушка-муравушка» Ванечка, потом «Метелица», потом «Ивушка». Очень хорошая песня, складная. Песни всякого направления у него. И патриотические, о родине, и о бойцах, солдатах, ветеранах, о вдовах. И шуточные песни, да. Ну, как народные они поются. Не просто вот песня, а вот именно за душу берет и тебя, и тех людей, которые слушают эти песни. На каждой своей встрече творческие люди не только давали концерт, приглашая зрителей, но и много общались, делились своими радостями, строили совместные планы на будущее. Всегда уезжали мы с большим удовлетворением. Всегда. Почему? Потому что в Зверево. Потом к нам подсоединился еще углерод. Вот. И, ну, можно сказать, так образовалась такая группа. Союз, да? Да, союз трех, можно сказать, таких городов. Вот. И мы, конечно, очень к этому относились серьезно. И певцы были очень хорошие в каждой группе. Вот. Вот. И я хочу сказать, что это очень здорово. Почему здорово? Потому что, во-первых, это таланты. Это самые главные таланты. Во-вторых, как время доказало, что таланты не вечно, но то, что они оставляют после себя, конечно, это вечно. Вот. Ну, и, конечно, людей всегда было большое количество. Выступали мы и на улице, не только в замкнутом помещении. Людей было большое количество. Все нас очень внимательно слушали. Потом мы стали приезжать еще и добавлять с поэтами и проводить, собственно говоря, поэтическую группу. И, я хотел сказать, литературно-музыкальную такая вот у нас получилась группа. За годы своего существования группа Бориса Гончарова организовала порядка 300 концертов по всей Ростовской области. Авторского материала для этого было предостаточно – 150 песен. Ну, вот так вот мы повстречались в 2004 году, Борь. Вот. На моем юбилее мы там немножечко выступали. Потом мы начали ездить в Зверево. Ой, где мы только не были по всему Ростовской области. И в лёжках были. В общем, очень хорошо впечатление, прекрасно. Вот моя любимая песня, вот такая военная, она уже давно-давно. Я была молода, пролетели года, но в душе я храню до сих пор память сердца о том, кто и ночью, и днём приходил по тропинке во двор. Как уже было сказано, у Бориса Владимировича репертуар самый разнообразный. Какое-то время он жил в Сумской области, в городе Путивли. Поэтому есть песни и на украинском языке. Ничья комисячна, зоря на ясная, Видно, хоть голки сбирай, Выйды, каханая, Працею сморена, Хочь на хвилиночку вгай. Борис Владимирович окончил Ростовское музыкальное училище по классу баяна и Московский университет искусств по живописи. Ни одни институты, ни одни учебные образования не дадут учреждения, никогда не дадут человеку талант. Дает талант только Господь Бог. Он направляет, он, собственно говоря, контролирует и прочее, прочее. Только Господь Бог. Борис Гончаров написал не один десяток книг. И нет такого жанра, который бы он не охватил. Это и детские рассказы, и фантастика, и много еще чего. Только басен у него 150. Один рыбак, закинув невод в море, не мог понять. На радость или на горе, и можно ли назвать тот день рыбалкой? Он вместо рыбы вытащил русалку. От удивления бедня ей стало жарко. И море возвращать русалку. Жалко, красавица она. Вот в чем вопрос. И он ее к себе домой принес. Как все рыбак не ангелом родился. И по уши в русалочку влюбился. И ничего, что девица с хвостом. А в срок пришел, привез в родильный дом. Сидит и ждет, какой бог дал товарчик. Быть может девочка, а может мальчик. Он не один скучает у дверей. Отцы другие тоже ждут детей. Вот из окошка слышится. Петров, сынок у вас. Мальчишка, будь здоров. Сидорова поздравляем с дочкой. У Иванова, кстати, два сыночка. А там в углу вы... Ну как вас, Мукасей? У вас две бочки мелких карасей. Они случайно меня на улице заметили. И все. Лет 10 уже, да, Борис Ланчич? Или сколько? Лет 10 уже считаю, наверное. Или больше уже. Ну вот ездим. Ездили раньше. Лет 15, наверное. Мы не считаем годы. Мы-то молодые все, да, Борис Ланчич? Это точно. Глядя на этих талантливых, жизнерадостных людей, горящих желанием творить, никогда не скажешь, что, например, Борис Владимирович Гончаров разменял девятый десяток лет. Он, как и прежде, пишет стихи, басни, рассказы, песни, которые его единомышленники готовы с огромной радостью исполнять, будь то на сцене или в дружеской компании, как сегодня. Над речкой девушка, косички снесела, над быстрой речкою, на бережку. А по воде плыву, две утки весела, еду я к милому, еду к дружку. О спорте. Боксеры Зверевского спортивного клуба «Русич» с честью приняли активное участие в открытом турнире по боксу в поддержку военнослужащих российской армии, принимающих участие в специально военной операции на Украине. Турнир проходил в поселке Приморский Краснодарского края. 17 боксеров БСК «Русич» выходили на ринг с большим желанием победить, прилагая для этого все силы и боксерские знания. Ведь свои победы они дарили не только всем военнослужащим российской армии, но и выпускникам БСК «Русич», которые на Украине с честью несут свой долг перед Родиной. В результате боев золотыми призерами и победителями турнира стали 14 «Русичей». Демид Даничев, Денис Николаев, Тимофей Лилявин, Александр Ануфриев, Глеб Городничий, Данил Кутняхов, Платон Долбин, Адам Фошин, Сергей Нурисламов, Ярослав Сафронов, Ярослав Гречкин, Дмитрий Ковалевский, Киба Семен, Сергей Шульга. Серебряными призерами стали Максим Сариев и Бочаров Матвей. Всем заслуженно судейская коллегия вручила награды. Также во время турнира проведена встреча юных боксеров с советским боксером-любителем, чемпионом 22-х Олимпийских игр Сабировым Шамилем Алтаевичем. Он поделится своими спортивными знаниями с ребятами и похвалил их за боевой дух. Спасибо Русичи за достойный спортивный результат.